Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственный познавательный проект, в котором мы с вами без ущерба для репутации можем говорить о самых невероятных версиях, шокирующих гипотезах, умопомрачительных загадках, разоблачениях и мистификациях. Наука утверждает, мировой океан – это единственная колыбель жизни. Однако по необъяснимой причине именно океан остается для человека самой враждебной средой. Гигантские волны смывают с лица Земли целые континенты. Неопознанные наукой подводные объекты по-хозяйски вмешиваются в нашу жизнь. И почти ежедневно мировой океан собирает свою смертельную дань человеческими жизнями, не оставляя шанса объяснить, во имя чего такие великие жертвы. Сегодня в нашей программе вы увидите. Главное открытие этого года. Обнаружен подземный океан. Под нашими ногами миллиарды тонн воды. Это большие массы воды. Огромные массы воды. Могут содержаться там. Таинственные гейзеры черного цвета. Что за вода пробивается из-под земли? На самом деле эти трубы, они достигают размера в первые десятки метров. И через их каналы, которые в трубах находятся, извергается этот черный дым. Найдено озеро, над которым нависает лед высотой в 4 километра. Что значит появление такого водоема? Никто же не предполагал, что такое вообще возможно. Вот найти вдруг такое огромное озеро, о котором никто не знал. Сенсационную гипотезу выдвинула группа исследователей. Внутри земного шара находится океан. Он огромен. Больше, чем все океаны поверхности планеты. Подземный водоем расположен на гигантской глубине. До него 600 километров. Что он представляет из себя? Какие процессы там происходят? Смогут ли эти тонны воды прорваться наверх? Учитывая, что в земле огромное количество гигантских разломов. Ведь именно через них выливается раскаленная магма. Разломов много и на дне океана. Там раздвигается Атлантика. Там уже зафиксированы так называемые черные курильщики. Вода, разогретая до 400 градусов, выбрасывается из океанической коры на высоту небоскреба. Эти громадные гейзеры похожи на заводские трубы, из которых валит черный дым. Что это? Вода Атлантического океана вскипяченная магма? Или внутри планетный океан, который начал пробиваться из глубин Земли? Это ямы-гиганты в Бразилии. Им сотни тысяч лет, а может и миллионы. Но их происхождение до сих пор непонятно. И недавно они подкинули еще одну загадку о подземном океане. Именно эти конусы, которые называют кимберлитовыми трубками, основные мировые месторождения алмазов. Добывают тут их давно. И никто не предполагал, что здесь же будет получен минерал, о котором ученые имели только гипотетическое представление. Его экспериментально изобретали в лабораториях, не надеясь получить реальный экземпляр. Ему и название придумали – рингвудит. И вот везет канадским ученым, которые отбирали в Бразилии материал для исследований. Они нашли этот рингвудит в алмазе, но не просто нашли его, а привели, что в нем очень много воды. Значит, вода там не только может быть, но там есть. Этот рингвудит формируется только в условиях высокого давления, такого, как под землей. И имеет уникальную способность – как губка впитывает воду. Минерал насобирал ее столько, что в глубинах земного шара образовался океан. Количество рингвудита огромное. Он заполнил большую часть мантии. А она – самый толстый слой планеты – около трех тысяч километров. Все океаны, покрывающие 70% планеты, не идут ни в какое сравнение с подземным. Атлантический, Тихий, Северный, Ледовитый, Индийский. Их общий объем – почти полтора миллиарда кубических километров. А теперь представьте, что внутри Земли воды больше в три раза. Это большие массы воды, огромные массы воды. Могут содержаться там. В этой транзишнл-зоне или переходной зоне, если брать по составу рингвудита, должно быть приблизительно три объема современного океана, которые есть на поверхности. Как вода оказалась внутри Земли, прежде чем ее впитал рингвудит? Как это произошло? И как она туда проникала, если всегда считалось, что состоит планета из твердых пород, железного ядра и только магма там в расплавленном состоянии? Мы не знаем, что у нас в двух десятках километрах под ногами. Геология – одна из самых таинственных наук. И парадоксальных самых наук. Понимаете, она вся в тайне. Местонахождение подземного океана все-таки удалось установить. Единственное обнаруженное рингвудит, скорее всего, вынесло вулканической лавой на поверхность глубины примерно в 600 километров. И слой, который занимает еще один мировой океан, высотой как минимум в 5 километров. Расчеты приблизительные. Никто никогда не заглядывал в такие глубины Земли. И задача эта невыполнимая. До сих пор рекордная отметка, с которой были подняты внутрипланетные материалы чуть более 12 километров. Бурение шло за секретичным режимом. Данные открыли только в 1984 году, когда был конгресс геологический. Весь мир был ошарашен. Во-первых, нашими таким подвигом научным, бурильщиков. Во-вторых, данными, которые полностью переворачивались в геологию. 20 лет бурили скважину на Кольском полуострове. Это был масштабный проект советской геологии. Считалось, что граница между мантией и породой, так называемым пояс Махаровичича или Моха, находится вот где-то в районе 15 километров глубиной. То есть планировалось пробурить скважину до этой границы. То есть выйти в мантию. Место для бурения выбирали долгие. Польский полуостров посчитали для этого самым подходящим. Были уверены, что земля здесь остывшая, и если начнутся высокие температуры, то на глубине ниже 15 километров. Если 15 километров мы бы стали бурить, например, где-то под Петербургом или под Москвой, то у нас на глубине 15 километров получилось бы у нас 450 градусов. Громадная температура. Но расчеты температуры Земли на Кольском полуострове, как и другие предположения, оказались абсолютно неверными. При погружении на первые километры бровые инструменты раскалились. Оборудование не выдерживало. Аварии случались одна за другой. Всего предприняли 14 попыток, на которые ушли десятилетия. И как только достигли 12 километров, решено было прекратить. Во-первых, уже обогнали по глубине американскую скважину. А это было важно. Во-вторых, понимали, что работы вести дальше бесполезно. Достичь мантии все равно не удастся. На глубине 12 километров, с большим, да, геофизика показала, что вот этот пояс Махаровичича, то есть мантия, находится на глубине не 15 километров, а вдвое где-то больше, то есть порядка 30 километров. Сегодня новый виток попыток добраться до глубин Земли. Японские ученые приступили к подготовке своего проекта по бурению скважины. Полагают, что смогут достичь мантии на более тонком участке коры. Таких точек несколько, и все они находятся в море. Японцы выбрали район, где расположена Марианская впадина. Это фантастически сложный проект. Боровое оборудование сначала надо опустить через всю водную толщу в 10 километров, и уже потом пробивать океанское дно. Если, конечно, удастся добуриться до мантии, это будет событие планетарного масштаба, конечно же. Потому что никто не знает, что такое мантия, из чего она состоит. То ли это расплав, то ли еще что-то такое. Ну, это сплошные гипотезы. 600 километров до подземного океана японские бурильщики, конечно, не преодолеют. Такие глубины, скорее всего, навсегда останутся недосягаемыми для прямого изучения. Ученые пытаются собрать воедино информацию из разных направлений. Это и сейсмоисследования, и геология, и даже астрофизика. Но при чем тут космос? Все дело в том, что нет точных данных о том, как вода оказалась на планете. По одной из научных гипотез, ее занесли метеориты. Доказательств этому нет. Но даже если это так, то как она копилась и множилась на планете, если по устоявшейся версии, Земля изначально была огненным шаром, и воды именно в жидком состоянии не могло быть. Более того, как только наша планета начала затвердевать, в нее врезалась другая, и это столкновение опять расплавило Землю. Взлетевшая планета Тея была в 9 раз меньше, но сила удара такая, что оба тела расплющились. Тея, вероятно, погибла, а от Земли отделилась немалая часть. И что удивительно, из этого фрагмента в итоге сформировалась Луна. Это был гигантский удар, который образовал снова практически полностью расплавленные оба тела, и Землю, и Луну. Луна отделилась в виде такого шара. Вернее, сначала это было облако выброса земного вещества, потом оно собралось в шарик. И теперь это Луна, которую мы знаем. Биологи пришли к шокирующему выводу. Наша Земля становится настоящим пристанищем монстров. Долгое время считалось, что неведомые чудовища являются реликтовыми существами, дожившими до наших дней. Однако сегодня ученые считают, все намного страшнее. Наша планета сама рождает чудовища, воплощая самые невероятные и шокирующие мутации. Для тех, кто ищет ответы на вопрос, что ждет нашу планету в будущем, наша новая книга «Новые угрозы 21 века». В ней новые факты, неизвестные ранее документы, сенсационные находки исследователей, прогнозы ученых, которые пока не вписываются в привычные представления об окружающем мире. Скорее всего, изначально вода на Земле была в виде пара. Со временем, когда планета остыла и затвердела, появилась и в жидком состоянии. И уже точно установлено, что внутри планеты она оказалась никак не позже трех миллиардов лет назад. Наша оценка 2,7 миллиарда лет было не менее, чем половина от этого. То есть один или полтора океана уже существовало на глубине вот в этой переходной зоне 2,7 миллиарда лет назад. Как копились воды подземного океана исследуют три лаборатории в разных странах. Но основные работы ведутся в Москве. Для этого в трех точках планеты Канаде, Южной Африке, Австралии отобраны образцы древних порог. Самые древние, которые у нас есть, это коматииты из ЮАР до 3,5 миллиардов лет. А самые молодые сейчас у нас это 1,9 миллиардов лет. С этими коматиитами проводят сложные лабораторные манипуляции. Мы берем наши образцы, которые лежат в платиновом ведре, опускаем их в разогретую до 1500 градусов печь. В итоге после плавления добираются до микроскопических включений. И вот у них-то есть вода. Самое важное, на что мы обращаем внимание, это сколько воды в этих расплавах. Оно отличается. Южно-африканские, те, что самые гребные, содержат меньше воды по сравнению с канадскими образцами. Это значит только одно. Океан внутри Земли разрастается. Со временем в Мантии накапливалось все больше воды. Да, и поэтому мы видим увеличение воды вот в расплавах. Чем они моложе, тем больше воды. 600 километров. Глубина колоссальная. Если вода попадает туда с поверхности, то как, через что она просачивается? До 1950-х годов о наземных-то океанах мало что знали. Были разные гипотезы, но они базировались на сведениях о континентальных областях. Но наконец-то появилась и первая информация об океанском дне. По дороге в Антарктиду одна из научных экспедиций исследовала Тихий океан, не предполагая, насколько итог их работы станет сенсационным. Оказалось, что дно океана, оно неровное такое, как представлялось раньше. А там были обнаружены колоссальные хребты, глубокий разлом, подводные горы, вулканы. То есть дно океана живет своей активной тектонической жизнью, не менее активной, чем на суше. Что это за разломы, хребты и горы, стало понятно чуть позже. Дно океанов разрывается, и виной этому плиты. Их называют литосферными. На них, словно песочное печенье, раскрошилась вся поверхность нашей планеты. Это махины гигантских размеров. Они отрываются от всей остальной земли, передвигаются и сталкиваются. Сейчас в наш континент уперлась подводная глыба, Тихоокеанская плита. Она ломает побережье Дальнего Востока. Двигаясь неспешно, около 8 сантиметров в год постепенно погружается под Евразию. Мы не видим эти глобальные перестройки земной коры, но все последствия ощущаем. Именно поэтому на Камчатке и Курилах извержение вулкана. На Сахалине и у берегов Российского Дальнего Востока, а также в Японии, сильнейшие землетрясения. И ведь вот эта погружающаяся плита доходит до глубин 700 километров. И самые глубокие землетрясения как раз и имеют такую глубину. Но это не значит, что там только один разлом. Там целая зона разломов. В далекой перспективе океаническая плита разломит восточную часть Евразийского континента. Когда это произойдет, никто не берется просчитать. Но природные катастрофы здесь происходят все чаще. Летом 2017 года жителям Камчатки выйти на улицу без марлевых повязок было невозможно. Сразу шесть поселков засыпало вулканическим пеплом. Без особой необходимости люди старались из домов даже не выглядывать. Только выпускники вынуждены были добегать до школ, чтобы сдать экзамены, которые отменить никак нельзя. В регионе произошла самая крупная за последние годы серия вулканических извержений. С небольшими промежутками по времени один за другим выбросили пепел все вулканы Камчатки. Погружаясь, холодная литосферная плита достигает высоких температур и начинает плавиться. И вот эти вот расплавы, они стараются подняться наверх и излиться на поверхность в виде вулканов. И все вулканы, которые мы видим на Алиутах, на Камчатке, на Курилах, на Японских дугах, на островных дугах, это все результат вот этого процесса погружения океанической литосферы под Кентальную. Больше всего на Камчатке боятся вулкана безымянной, самой древней и самой непредсказуемой. Многие столетия до 50-х годов прошлого века он считался потухшим. И никто не ожидал, что он опять начнет приносить беды. Ожил безымянный чуть ли не мгновенно. 30 марта 1956 года чудовищной силой взрыв расколол вершину вулкана. В течение секунды от нее отлетела 200-метровая шапка и началось извержение. На высоту 45 километров поднялась вулканическая пыль. Стало так темно, что невозможно было рассмотреть собственную руку. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Это извержение стоит в одном ряду с самыми мощными за всю историю планеты. И вот весной 2017-го после затишья безымянный зашевелился. С него начали стекать лавовые потоки. Пепел выбрасывается, но пока не в критическом количестве. Однако это очень опасное предзнаменование. И этот же год сейсмологи объявили наиболее напряженным. На Дальнем Востоке прогнозируется сильнейшее землетрясение, которое вызовет цунами. С июля в повышенную готовность переведены подразделения МЧС. На границе Берингового моря и Тихого Айкана, в районе Командорских островов, уже произошло землетрясение магнитудой более 7 баллов. Но оно при всей своей силе только предвестник более мощного разрыва земли. Там не произошла полная разрядка. Там еще остались участки, которые не были затронуты вспарыванием вот этого разлома. И поскольку идет непрерывное движение, то там может быть повторные сильные землетрясения, сильнейшие. Еще в начале 20 века ученые гадали, откуда посреди северных просторов Тихого океана взялись Командорские острова. Может, это кусок Камчатки, оторвавшийся от материка после бурных геологических катаклизмов? Но почему тогда острова отделены желобом глубиной более 6 километров? Тогда и появилась версия. Командоры — это остатки некогда существовавшего здесь материка, который частично погрузился под Евразию, а что-то ушло вглубь океана. И похожая судьба прогнозируется Япония. Там всегда будут землетрясения, извержения вулканов, которые будут приносить очень большой урон и в плане человеческих жертв, и для разных технических сооружений. Вот, пожалуйста, японское землетрясение. Японское землетрясение. Это крупное землетрясение, конечно, но, к сожалению, они там будут всегда, потому что это зона, где реализуются мощнейшие напряжения. В Тихом океане сталкиваются две подводные плиты, поэтому дно все исчерчено глубокими разломами. Их здесь разветвленная сеть. А представляете, какими разломами, какими перепадами, какими мегацунами должны были сопровождаться образование вот такой впадины, как Марианской, которая от глубины 6 тысяч метров вокруг нее, да она сама на 11 тысяч метров. Тем, кто интересуется историей нашей великой родины, рекомендует наш документальный сборник «Русь неизвестная». В этой книге мы приводим последние, самые неожиданные и шокирующие факты, которые совершенно по-новому раскрывают историю земли, на которой мы с вами живем. Марианское впадение самому глубокому месту в мировом океане миллионы лет. Скорее всего, она действительно сформировалась вследствие разлома земли. Насколько они могут быть интенсивными и опасными, стало очевидно всем нам не так давно. Это случилось в 2004 году. На побережье Шри-Ланки, Таиланда, Индонезии туристы праздновали католическое Рождество. Никто не обратил внимания на белую стену, поднявшуюся над океаном. Когда стало понятно, что к берегу несется волна высотой с дом и она переворачивает корабли, спастись не оставалось времени. В 28 часов вот этот накат волны был на всех континентах мира. Представляете, что это такое? Такого никогда не было на Земле. Вообще, за период инструментальных наблюдений. Волна шла со скоростью самолета примерно 700 км в час. Никто из сейсмологов не рассматривал даже в теории вариант с таким цунами. Очаг цунами это значит удар снизу по водной толщи. Да, вот почему возникает цунами? Потому что водная толща это океан глубокий, там, скажем, несколько километров воды. 5 километров воды. И вдруг снизу по ней ударяет плита и конечно возникает столб воды и потом который начинает растекаться со скоростью волны цунами в стороны. Специалисты знали, что здесь, в Индийском океане, подводная плита двигается, но ее обычная скорость 6 сантиметров в год. А тогда ее словно сорвало. Разлом формировался со скоростью 2 километра в секунду. Тут же сразу прибыл на место эпицентра землетрясения корабль британский «Скотт», вооруженный лучшей подводной аппаратурой для фотографирования всего, картографирования. Он обнаружил, что разлом возник 20 километров длиной и 20 метров перепад по этому разлому, вдоль разлома. 20 метров перепад. Вот перепад вызвал сокрушительную волну, которая унесла 450 тысяч жизни. Что же будет, если подобный разлом случится в Тихом океане? Он гораздо крупнее индийского. Его подводные плиты куда массивнее. Тихие омывают берега и наши страны. Поэтому российские ученые пытаются предусмотреть все возможные катаклизмы. Но как спрогнозировать стихию? Особенно на территории, где сотни действующих вулканов, а землетрясений из-за столкновения океанических плит и вовсе не счасть. В частности, Тихоокеанское огненное кольцо, это вот островные дуги, они как раз и связаны с этими районами, где происходит поглощение этих плит, где они уходят на глубину в мантию и там уже расплавляются. Как оказывается, погружаясь, плиты уносят с собой большие массы воды с поверхности. Нидерландские геологи анонсировали выход Атласа подземелья. Ими обнаружены остатки древних плит океанической коры, дрейфующих сейчас под землей, в расплавленной толще мантии. Геологи вычислили их, анализируя характеристики сейсмических волн. Удалось восстановить историю движения подводных плит самого крупного моря планеты, Филипинского. Выяснилось, что 28 гигантских фрагментов океанического дна разорвали Землю и опустились на невероятную глубину. Плит опускается прямо до границы ядра и мантии. Они опускаются на глубину 3000 и более километров. Предполагается, что вода вместе с плитами уходит далеко вглубь и наполняет подземный океан. Так нарастает его объем, который уже сегодня составляет несколько миллиардов кубических километров. И теперь получено объяснение самой большой загадки. Куда пропадает вода с поверхности планеты? Ведь ее количество остается долгое время стабильным. Уровень мирового океана значительно не повышается. И это при сегодняшнем глобальном потеплении и массовом таянии ледников. Масштабы повышения уровня, они чрезвычайно медленные. Скорость повышения уровня составляет первые миллиметры, совсем первые миллиметры. Но что будет, если подземный океан начнет прорываться наверх? Уже известно, что часть воды возвращается с теми же плитами. Это замечено в районах, которые без того постоянно находятся в опасности. очень много возвращается обратно. На основных новых так называемых вулканическое кольцо, в которых главные вулканы мира, например, наша Камчатка, Курильские острова, там огромное количество воды возвращается обратно в вулканических продуктах. Потому что, когда ныряет плита, она греется, из нее выходит самая плохо связанная вода вверх. Казалось бы, большой массы воды ожидать не стоит, ведь ее впитал в себя минерал рингвудит. Но уже установлено, что при определенных условиях он выпустит из себя всю воду. И тогда подземный океан перестанет быть законсервированным в минерале. Вот этот минерал рингвудит, в отличие от львина обычного, в своей структуре, при этих высоких давлениях, может захватывать воду. Не в виде включения, как мы говорили, расплава, а прямо в своей структуре. То есть вода может заходить в его структуру. А если дальше сильно надавить на эти минералы, то вода из них уже выходит. Почти все процессы в мантии земли малопредсказуемы. А что может произойти на глубинах в 600 километров, нельзя ни предугадать, ни даже представить. А если там по каким-либо причинам усилится давление и минерал выпустит из себя воду? Что случится с нашей планетой? Открыть дорогу на поверхность большим потоком из этого подземного океана сможет только невероятных размеров Дерга. При всем нынешнем количестве разломов такого отверстия сейчас нет. Но предпосылки к его возникновению есть. На специальных картах Атлантики хорошо просматривается огромная трещина. Это Азоро-Гибралтарский глубинный разлом. Место стыка двух плит, на которых находятся две части океана и два континента. Разлом увеличивается, отдаляя Южную и Северную Америке от Евразии. Это место считается самым вероятным, где с наиболее катастрофичными последствиями для планеты разломается земля. Он тянется почти на 3000 километров, на 2500 километров от Азорских островов до Гибралтара. Активный глубинный разлом. Вот по этому разлому и происходили мощные землетрясения и даже возможно и катастрофические вулканические извержения, которые и могли привести к гибели каких-то цивилизаций. Речь об Атлантиде. Об этой древней цивилизации огромное количество Евгений Дубинин с уверенностью говорит, что она находилась как раз в месте разлома и погибла скорее всего в момент, когда он начал активно раздвигаться. Могут ли катастрофы и тектонические вот эти подвижки мощные привести к гибели ну скажем Атлантиды или каких-либо других цивилизаций? Конечно да. Сегодня речь уже не об одной островной цивилизации, а о жизни нескольких материков, включая наш. По линии гигантского разлома вырос срединноатлантический хребет. Эти могучие подводные вершины результат извержения магмы из разлома. Можно представить себе, какие тут будут процессы, если в высоту хребет более двух километров. Некоторые его части возвышаются над уровнем моря, и одна из них это остров Исландия. Через Исландию проходит этот самый разлом, там, где происходит раздвижение плит. То есть она находится прямо в центре над срединноатлантическим хребтом. И вот он, остров Исландия, формировавшийся из вулканической лавы в течение 15 миллионов лет, рано или поздно провалится в разлом и уйдет под воду. Здесь же, в Атлантике, обнаружены черные курильщики, откуда эти водные струи пробиваются к океаническому дну? Могут ли они быть связанными с подземным океаном? Эти гейзеры подступают ко дну, разогретыми до температуры в 400 градусов. Вместе выхода образуют конусные наросты устрашающего вида. Перед вами черный курильщик, который поднят с глубины 4000 метров, 4 километра со срединноатлантического хребта. Это небольшой кусок черного курильщика. На дне океана в полный размер он высотой в 5 метров. Подняли его на поверхность сотрудники института океан-геология, которые ведут в Атлантике разведывательные работы. На самом деле эти трубы, они достигают размера в первые десятки метров. И через их каналы, которые в трубах находятся, извергается этот черный дым. На самом деле вот эти дымоходы, их так и называют дымоходами, по-английски чем низ. Вот происходит извержение этого горячего флюида, который сначала абсолютно прозрачен, но в ходе реакции с морской водой он становится черным, потому что во взвесь, в твердую фазу переходят эти самые сульфиды. в твердую фазу если вода из подземного океана начнет поступать небольшими потоками, а медленно просачиваться, как, например, черные курильщики, то может ли она представлять опасность? Если учесть ситуацию с ледниками, которые все больше тают, то прирост воды в мировом океане окажется катастрофическим. Совсем недавно, в июле 2017 от Антарктиды откололся самый крупный айсберг в истории. Его площадь составляет почти 6 тысяч квадратных километров, что по территории сравнимо с такими странами, как Эстония или Уэльс. Вот эта трещина, она формировалась несколько лет, которая прошла от одного края залива до другого и в конце концов откололся вот этот вот кусок шельфа и ледника. Этого события, которое было зафиксировано спутником НАСА, ученые ждали 6 лет. С тех пор, как на западе Антарктиды начала образовываться трещина в леднике Ларсена. Поражает вес отколовшейся гигантской ледяной глыбы. Он триллион тонн, то есть воды в нем примерно как в одном из великих озер. Через некоторое время он начнет удаляться от побережья, попадет в океан, где очень много различных штормов происходит, это 40-е, 50-е, там явно его переломает весь все это поле ледовое и постепенно эти айсберги растают. Что удивительно, при всем размере обрушившейся махины она не повлияет на уровень океана. Ледник Ларсена и до этого своим весом наполнял его, поскольку находился на поверхности воды. Но все ледники, которые он загораживал, уже начали беспрепятственно сбрасывать свои льды в воду, и это точно отразится на мировом океане. Прогнозируется повышение уровня до 10 сантиметров. Это критическая цифра, и к этому прибавляется вода под ледниковых озер. Есть такие места, где, допустим, постепенно поднимается, поднимается поверхность ледника, а потом резко опускается. То есть из озера, которое там есть, вдруг вода уходит. Трудно представить, но внутри антарктического ледяного щита огромное количество воды, не океанской, а локальных озер, которые огорожены со всех сторон льдом. И среди них настоящее чудо природы озеро Восток. Оно не единственное на Тортиде, оно просто большое, оно занимает пятое место в мире по запасам пресной воды. 6 тысяч километров кубических воды у него, в общем, объем, и 16 тысяч километров квадратных у него площадь поверхности эта сопоставима с Ладожским озером. Известно о нем стало случайно. На поверхности льда находилась российская научная станция. Ученым нужно было достать из глубины льда образец для лабораторных работ. Перед этим сделали замеры георадару. Его показания озадачили. Там явно не лед. Но что? Ушло еще чуть ли не 10 лет на исследование. Что только не пытались применить, включая сейсмозонтирование. Как позже выяснится, от верхушки льда до поверхности озера почти 4 километра. Вот открытие этого озера Восток это наверное самое крупное географическое открытие в конце 20 века. То есть уже наверное на земле пожалуй таких крупных неоткрытых объектов наверное уже не осталось. То есть никто никто же не предполагал что такое вообще возможно вот найти вдруг такое огромное озеро о котором никто не знал. Как образовалось озеро неясно. Есть две версии. Либо до начала оледенения вода налилась в разлом а ледник со временем нарос сверху. Либо сначала там все замерзло а потом под действием давления и тепла земли постепенно растаяло. И что будет дальше с озером Восток тоже большой вопрос. Антарктида тает. Возможно когда-нибудь и ледовая шапка над Востоком начнет сокращаться. Тогда весь объем воды равный третий Байкал хлынет в океан и пополнит его. Антарктида это лишь одна из ледовых территорий планеты. И она еще не в критическом положении. Куда активней тает Арктика. Ее льды за 30 лет уменьшились на 70%. Может повести катастрофе. Ну такой катастрофе. Такой серьезной катастрофе. Если лед начнет исчезать то это скажется на животном мире. в арктическом бассейне. То есть поменяется затем. Это скажется на прибрежных районах в том числе России. Вечная мерзлота начнет таять. Но что важно и на это особое внимание сегодня обращают ученые. С ледниками напрямую связано состояние гравитационного поля Земли. Измеряют его изменения два спутника в космосе. Один следует за другим и регистрирует отклонение траектории при пролете над объектами различных масс. Например при пролете над Антарктидой траектория спутника будет ближе к Земле а над океаном дальше. Так вот сегодня гравитация существенно ослабевает над ледовыми территориями и они уже не могут притягивать огромные массы океанической воды как прежние. В итоге земной шар нагружается несимметрично и это влияет на вращение планеты. из-за того что эта ось вращения наклонена на 23 градуса у нас и происходит смена времен года только из-за этого. Вот если бы это была осень наклонена то смены времен не происходило. То есть при нормальном и постоянном отклонении оси Земли не происходит резкого колебания температур от сезона к сезону. Плавно лето переходит в осень зима в весну. Но что будет к примеру на широте Москвы если угол наклона изменится. В мае экваториальный климат как в бассейнах реки Амазонки. В июле и мае несносная жара около 50 градусов. А зимой солнце посветит всего 2 часа в сутки. А ночная температура дойдет до минус 60 градусов. Но возможно еще более печальное развитие событий. если двинется земная ось хотя бы на один вопрос за суть за какой период времени. Если она допустим за день сдвинется на 1 градус то у нас как говорится тут образуются такие ураганы что нас всех снесет. Вода из океанов при этом выплеснется на сушу и накроет не только прибрежные территории но и хлынет дальше внутрь континента. Это самый катастрофичный расклад и отчасти фантастический. Такой сюжет нередко используется в современных кинофильмах. Ученые реалисты но и они наблюдая за изменениями климата и за повышением уровня мирового океана пусть пока очень медленно предрекают серьезные катаклизмы. Повышение уровня воды чревато тем например что Петербурга может не быть вот прям до этого да на самом деле. А что если ко всем океаническим водам которые начнут заполнять сушу прибавится вода самого глубокого озера на планете Байкала. Все дело в том что находится оно в разломе. Это байкальский рифт шириной до 80 километров. Если посмотреть на озеро в разрезе оно представляет собой гигантскую 25-километровую трещину в земной коре заполненную сверху водой. Установлено что разлом постепенно раздвигается и по прогнозам он увеличится настолько что разделит Евразию на две части а само озеро превратится в океан. Тут приходил в Иркутский атлас Байкал он назывался там была картиночка где мы показывали Байкал как океан. Байкал уже сегодня одна из самых глубоких материковых впадин его дно ниже уровня мирового океана более чем на один километр и запасы воды в озере достигают невероятных объемов это десятки тысяч кубических километров неудивительно что Байкал предрекают разрастание до океанических масштабов это съемки с одно озеро экспедиция состоялась недавно ученые опускались на специально глубоководных аппаратах и одно из главных открытий обнаружен еще один разлом примыкающий к основному он вспорол дно на протяжении десяти километров эта вся система разломов она как будто бы трассирует вот такой будущий разрыв и по крайней мере GPS геодезические измерения которые сейчас производятся вот на всей этой территории показывают что действительно идет отодвигание вот всей территории включая Монголию и Китай до большой океанической воды здесь еще не скоро но катастрофа из-за переполнения одного из горных озер уже случилось в Иркутском институте земной коры это тоже связывают с подвижками байкальского разлома в 2014 году в 2014 году произошел крупный сель за последние 40 лет один из таких ярких проявлений в Тункинской долине сошел в сель и пострадали и сам поселок и были даже жертвы порода которая копилась веками в ледниковых карах в один момент под напором воды устремилась вниз по склону неуправляемый поток повалил огромный лес и вылетел на окраину поселка Ашан он немного не дошел до основной туристической зоны иначе валуны размером в 3 метра снесли бы все но ущерб и без того был громадный были разрушены здания сооружения машины дороги собственно туристический вот этот поселок который нацелен на прием туристов и отдых там потому что там расположены санатории он в общем был практически на весь сезон выведен из строя тогда ученые сразу же стали разрабатывать карту риска и опасностей которые могут быть на территории прилегающей к Байкалу и там просто цветом как говорится светофор был желтый красный зеленый были показаны те зоны где наиболее опасные места для расселения и строительства и скажем менее подвержены воздействию того или иного процесса в итоге оказалось что все районы находятся в опасной зоне особенно на юге где поселения расположены по руслу горных рек как любое место где образуются разломы это активная сейсмическая зона при Байкале трясет часто и было такое что после очередного землетрясения озеро раздвинулось настолько что появилось еще несколько заливов но главная опасность в том что Байкальский рифт это лишь часть гигантской трещины которая проходит почти через всю Евразию до Тихого океана эта разломная зона она уходит потом в Гималайи из Гималаев она уходит обрисовывает как бы зонские острова петлю такую делает и выходит и сочленяется с Тихоокеанским кольцом это вообще ну такая артерия большая в которой все движется и движется с разными скоростями все самое главное мы привыкли что у нас на земле определенное число континентов и материков морей и океанов но все может быть иначе если на поверхности окажется хотя бы часть громадного подземного океана по водным просторам планеты разметаются крохотные остатки суши а горы только своими вершинами будут выглядывать из разросшегося мирового океана а на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным не обижайтесь у нас нет задачи вас ввести в заблуждение мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам которые пока считаются незаблением истинам это если вы какое-то 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 которое раскрывается